Уважаемые коллеги, здравствуйте. С нами на связи главы регионов Республики Крым, Краснодарского края, Херсонской области. Непосредственно на месте заместитель председателя правительства Марат Шагизянович Хуснулин обсудим ситуацию в районе Крымского моста. Как известно, сегодня ночью на мосту был совершён очередной террористический акт. Погибли мирные граждане. Ранен и остался без родителей ребёнок. Тем я ехала в Крым из Белгородской области. Я прошу и руководства этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке и её родственникам. И взять этот вопрос на особый контроль. Из-за теракта серьёзно повреждено дорожное полотно на нескольких пролётах Крымского моста. В результате на время было прекращено и автомобильные, и железнодорожные движения. Дано поручение ФСБ, Следственному комитету, ряду других ведомств детально разобраться в случившемся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены. С учётом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта. Мы сегодня утром по этому поводу с коллегами подробно говорили. По моему поручению состоялось заседание специальной правительственной комиссии, в которую входят представители регионов и федеральных ведомств. По мосту уже восстановлено железнодорожное движение. Сейчас важно оказать всемирную поддержку людям, которые из-за перекрытия движения на мосту оказались в трудном положении. Это касается и пассажиров задержанных поездов, и автомобилистов на трассе. Прошу доложить, как решаются вопросы с питанием и обеспечением их питьевой водой. Достаточно ли медицинских пунктов для оказания помощи. Как перенаправляются транспортные потоки. Какие предложены альтернативные маршруты для грузоперевозок и легковых автомобилей. Как обеспечена безопасность этих маршрутов. Работа пропускных и контрольных пунктов. И, наконец, как задействованы возможности паромной переправы через Керченский пролив. Далее. Нужно всесторонне оценить нанесенный ущерб и максимально оперативно начать восстановительные работы. Прошу доложить, как идет концентрация необходимой техники и специалистов. Нужно ли привлекать дополнительные силы и средства. Прошу вас, Марат Шагизанович, рассказать о текущей ситуации и принимаемых мерах. А затем послушаем коллега. Прошу вас, Марат Шагизанович.